Доброе утро, дорогие друзья! А сегодня у нас будет видео о пресс-папье. Я много рассуждала сегодня в этом видео, а это у меня вступление. Я сначала сняла видео, а теперь хочется мне уже поговорить с вами лицом к лицу, потому что без этого я тоже не могу. Хочется, чтобы вы меня видели. Просто иногда хочется поговорить о тех вещах, которые ты, используя в быту, как бы не замечаешь. Они сами собой вот есть и всё, без них никак, без них некомфортно. И ты их не замечаешь. И вдруг вчера я обратила внимание на то, что у меня есть пресс-папье, были всегда, всегда я ими пользуюсь. И я решила поговорить с вами об этом. Так, друзья, вы знаете, мне захотелось поговорить с вами на такую тему, на тему канцелярии. Так что-то мне вдруг, так что-то мне вдруг по душе пришлась эта тема. Я очень люблю комфорт на рабочем месте. Я вам рассказывала, что я пользуюсь прищепками для того, чтобы какие-то листики с чем-то важным написанным были у меня на виду, чтобы как-то их выделить, чтобы не забыть о них прищепками. Но, помимо прищепок, я также очень люблю пользоваться пресс-папье. Что такое пресс-папье? Это я так, ну, мало ли, вдруг кто-то не знает. Ну, я знаю, что все практически знают. Но мне хочется просто об этом поговорить. Это небольшая тяжелая доска, ну, и любой тяжелый предмет, которым придавливаешь, лежащие на столе бумаги, чтобы они не рассыпались и не разлетались. Я всегда это делаю. У меня всегда на столе присутствуют какие-то, какие-то пресс-папье. Ну, я вам так скажу, так, между прочим, это существительное женского... Ой, тьфу, господи, что я говорю? Это существительное среднего рода и не склоняется. Ну, пресс-папье можно из чего угодно делать, а я вам покажу, какие есть пресс-папье. Я в этом видео уже говорила, но я буду немножко повторяться. Очень люблю удобство. Я всегда создаю себе такие условия, чтобы удобно было работать, развлекаться, ну, все, что душе угодно. И одним из таких условий являются мои пресс-папье. Они у меня всегда есть. Разные. Такие условия, чтобы удобно было работать, развлекаться, ну, все, что душе угодно. И одним из таких условий являются мои пресс-папье. Они у меня всегда есть. Разные. Вот такое пресс-папье, друзья, мне нравится. И такое очень нравится. Вот это тоже нравится. Это тоже. И вот такое. А теперь я вам покажу пресс-папье, которые есть у меня и которыми пользуюсь я. Ну, да, конечно, они совсем не такие, они другие, но работают вот так. Итак, какие же пресс-папье есть у меня? Для начала. Тут у меня, знаете, целая гвардия моих пресс-папье. Для начала я вам покажу медвежат. Вот этих. И я их купила. У меня их два. И я их купила. А в магазине трешка. Уже, наверное, несколько лет тому назад. Именно потому, что вот они такие, видите, центр тяжести тут в самом низу находится. Это очень важный момент. И вот так вот любую бумажечку, чтобы она не улетела, положила, раз, придавила. И все. Они вот такие маленькие, изящные, но в то же время они такие увесистые медвежата. Из чего они сделаны? Из чего-то, из чего-то. Ну, это не керамика. Это, похоже, знаете, может быть, это какая-то крошка с каким-то клеем. Какой-то полимер, возможно. Вот. Но они классные. Они классные и удобные. Вот такие у меня медвежата. Сейчас еще покажу. Также, тоже в трешке, я купила себе вот такого слоника. Он у меня тоже пресс-папье. И особенно, сейчас я вам покажу, сидящего. Он более удобный. Вот. Они, видите, такие небольшие. И тоже из того же материала сделаны, что и медвежата. Какой-то полимер. Вот такие вот слоники. Этак держу, думаю, хоть бы не уронить. Я их очень люблю, вы знаете. Сейчас этого хорошо показала слоника. И второго покажу. И вот второй. Сейчас я отодвину немножко фотоаппарат, чтобы с обеих рук можно было показывать. Вот они. Вот они. Видите? Какие хорошие. Знаете, это очень важно, чтобы нижняя часть статуэтки, фигурки, чего угодно, была немножечко расширенная. Вот у меня такой маленький подсвечничек, видите? Видите, тоже я его использую как пресс-папье. Тоже как пресс-папье использую, потому что это удобно. Вот так вот берешь, ставишь на бумажечку. И не зацепишь его. Он не упадет. Даже если ты зацепишь его вот так рукой случайно, не упадет. Все дело в центре тяжести. Вот здесь он. Вот. Чем ниже центр тяжести, тем надежнее пресс-папье. Тем более устойчивый предмет. Ну, мы все все это знаем, но тем не менее. Вот такая вот маленькая статуэточка. И еще. Немножко вспоминашек. А как же? Довольно часто я использовала, и сейчас снова использую периодически, в качестве пресс-папье, вот этих двух веселых медвежат. Я их очень люблю. Тоже купила в трешке пару лет назад. Очень я их люблю. Они мне напоминают мое далекое детство. Именно вот такие медвежата. И именно вот красный и синий. Почему красный и синий цвет? Потому что, когда я была маленькая, это были, ну, пожалуй, самые популярные цвета. Красный и синий. И у меня был еще, ребята, карандаш. Так, я там... Так, сейчас, сейчас, чтобы вам было видно. А то я сейчас увлекусь и буду показывать только ножки медвежачьи, да? И у меня, ребята, был карандаш. Я малая была, и мне вот родители как-то принесли карандаш. С одной стороны он был синий, а с другой стороны красный. И цвета были очень красивые. Такие сочные, яркие. Он даже был, знаете, не совсем синий и красный. А с той стороны, где красный, он уходил немножечко в малинку. А с той стороны, где синий, он уходил немножечко в фиолетовый. Но синий. Синий, но с уходом в фиолетовый. И мне это запомнилось. И мяч у меня был тоже красный. Ну, двубокий. Раскрашен так. Половина красная, половина синяя. И, вероятнее всего, поэтому мне эти медвежата так сильно напоминают детство. Потом у меня был медвежонок синий. Я тоже вам рассказывала. Когда-то папа мне подарил медвежонка синего, которого я все время хотела разрезать. Он был плюшевый. И посмотреть, что там внутри квакает. Мне всегда хотелось достать квакалку. Но вернемся к пресс-папье. Так вот, этих примилейших медвежат я тоже периодически использую как пресс-папье. Посмотрите, как это удобно. И у них широкий низ. Центр тяжести у нас тут внизу. Это очень удобно. И красиво, и приятно, и полезно, удобно. Вот это тоже мои пресс-папье. Чтобы придавить денежки, ну, иногда кладешь там пару купюр, да, и чтобы они не разлетелись, их обязательно надо чем-то придавить. Я использую... Что я использую, отгадайте. Ну, сейчас вам скажу. Куда я удалилась, вы скажете, да? Знаете, куда я удалилась? Я решила немножечко протереть то пресс-папье, которое я использую, потому что оно такое, знаете ли, многоступенчатое. Сейчас вы увидите. Ну, вы уже, наверное, догадались, что именно я использую, чтобы придавить парочку купюр. Сейчас. Кто отгадал, напишите. Так. О! Вот что я использую. Вот эту лягушенцию. Посмотрите на эту красотку. Она тяжеленькая, достаточно тяжеленькая. Тоже, как вы поняли, из этого же полимерного какого-то материала она сделана. Мне неведомо, из чего именно. Вы думаете, почему у нее монетка не выпадает? А потому что она у нее выпадала-выпадала, выпадала-выпадала, выпадала-выпадала. Мне это надоело. Я ее приклеила. Вот. Поэтому она уже не выпадает. И вот я ее использую в качестве пресс-папье, чтобы придавить парочку купюр. Слушайте, солнце вышло, посмотрите. Посмотрите. А-а-а! Я ничего не вижу. Она меня ослепила. Да. Вот, в общем, вот такая лягушечка в качестве пресс-папье для парочки купюр. И вот в качестве пресс-папье я для больших книжечек, журнальчиков, вот таких брошюрочек, вот вы видите, журнальчик, каталог, Эйвен, да? Там тетрадочка снизу лежит. Я вот именно для таких вот, не просто одной бумажечки, а для больших таких чего-то там, блокнотиков, брошюрочек, использую вот такое тяжелое пресс-папье в виде хатея. Он широкий, красивый и удобный. Вот и красивый, и удобный. Прелесть. Вот этот хатея мне именно служит для того, чтобы придавливать им вот такие вот. Еще один хатея я вам сейчас покажу. И вот это. Вот этот хатея по размеру немного меньше, но он не менее тяжелый, А мне даже кажется, что он еще более тяжелый, чем предыдущий. Вот такой красивый. Просто обожаю эти фигурки хатеев. Просто обожаю. И прекрасно держит. Смотрите, тяжелющий какой. Прекрасно держит большие бумаги. Также в качестве пресс-папье можно использовать вот такую фигурку льва. Но я вам скажу, она для блокнотов, ну, она для книжечек, блокнотов, брошюрок подходит. Но не настолько. Хатея тяжелющие. Тяжелющие. А лев, он гипсовый. Он не настолько тяжелый, но придавить какую-то бумажечку, пару бумажечек, ну, даже вот это тоже нормально. Но с более тяжелыми мне нравится. Но он удобный. Вот его берешь так, да, он не выскальзывает из рук. Это классный лев. Это я его немножечко подзолотила. Напрасно, конечно, лаком для ногтей. Давно-давно уже мы привезли его из Крыма. Это фигурка из Алубки, видите? Алубка тут написана. Ага, вот так видно. Алубка. Ну, копия львов, которые охраняют Французский дворец. Вот такой красивый лев. И еще одна фигурка. Фигурка слона. Тоже можно использовать. Ну, это уже более громоздкий. Но, тем не менее, вы знаете, когда есть настроение, можно его использовать. Потому что я посмотрела, какие пресс-папье бывают. Разные и такие тоже. В общем, ну, в интернете просмотрела я эту тему. Мне очень нравится эта тема. А этого слона я купила в Одессе, ну, наверное, лет шесть или семь тому назад. Ой, лет семь назад, наверное. В Таврия-Ве. Где-то на окраине, в районе аэропорта, по-моему. Вот такой красивый слон. Он мне очень нравится. Вот тоже удобная штучка. Моя любимая новогодняя машинка. Зимой ее можно использовать, чтобы радовало глаз. В качестве пресс-папье. Я смотрела у любителей автомобилей, у коллекционеров вот этих маленьких машинок. И больших тоже. Больших тем более. У них есть пресс-папье вот в виде машинок. Вот я подумала, хм, у меня тоже есть такая штуковинка. Почему бы ее не использовать? Но согласно времени года. И даже вот такое. У вас, наверное, это удивляет? Друзья, вот этот флакончик от Эйвен. Пустой. Тяжелющий. Кстати, любимые Инблюм. Ай, я так хорошо его закрыла. Ну, ладно. Любимые Инблюм. Тяжелющий флакончик. Я тоже иногда использую вот такие флакончики, в частности вот этот, в качестве пресс-папье. Да. Вы скажете, что пробочка может слетать. Нет. Видите, я ее сейчас даже открыть не смогла. Очень плотно я ее насадила сюда. А если смущает вас, что она слетает, ее можно просто посадить на клей. И очень приятная... Сейчас я наверх положу вот эту, чтобы было ее видно хорошо. Очень приятная такая штуковинка в качестве пресс-папье. Использовать ее очень приятно. Ну, вот так. Наверное, сейчас сделаю так, чтобы было видно. А то... Ой! Ой! Ну, например, к примеру, вот так, да? Вот листочек хочет как-то куда-то убежать. А мы его... Оп! Ой, вот эта сторона красивая. Вот раз. И придавила. И все. И никуда он больше не хочет улетать. Может быть и хочет, но не может. Вот так. Кстати, удобные штучки. Еще, еще. Пузырек от Today. Вот такой вот куб тяжелый. Тяжелый кубик. Тоже в качестве пресс-папье. Вполне. И очень удобно. И красиво. И не мешает даже. Можно убрать, кому мешает. Кому не мешает, можно не убирать. Вот так поставила букетик. И стоит, радует. И работает. Работаем. Пузыречки. Работаем. Ну, мы все, наверное, используем какие-то предметы. Но чаще всего те, которые под руку попадают в виде пепельниц. Чего под руку попадает, тем и придавливаем бумажечку, важную записочку и так далее. Ну, я все-таки за то, чтобы пользоваться пресс-папье. Ну, пепельничка, да, она хорошо придавливает. Но она такая уже большая. Но, правда, красивая, да? Хрустальная пепельничка. Красивенькая такая. Я очень люблю эти пепельницы. У меня их несколько. Я очень их люблю. Ну, вот, в общем, я с вами поделилась своими соображениями и своими предпочтениями. Ну, вот, примерно так все это смотрится. Ну, вы знаете, без вспоминающих, И знаете, мне всегда хотелось, вот, с юности я мечтала иметь письменный стол с зеленым сукном. Ну, обтянутый зеленым сукном. Но мне некуда ставить. Ну, в общем, хотелось и хочется, и хочется. Письменный стол с зеленым сукном. Хочется лампу с зеленым абажуром. Когда я была маленькая, у нас была лампа с зеленым абажуром. Мне нравится и хочется такую лампу не потому, что сейчас вот, скажем, это даже уже не винтаж. Ну, пусть даже винтаж. Нет, не винтаж. Нет, винтаж. Винтаж это от 30 до 60 лет винтаж. Ну, вот, хочется мне такую винтажную лампу. Не потому, что они сейчас популярны очень, а именно... Мухи летают и мошкара. А именно потому, что у нас была такая лампа. И мое детство прошло, в общем-то, под такую лампу. Это у меня было очень уютное детство. Очень хорошее и доброе. Поэтому мне бы хотелось, чтобы какие-то элементы интерьера его напоминали. Ну, вот, друзья, тучки ушли, небо очистилось, солнышко светит и уже жарко. Друзья, если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и пишите комментарии. Всем пока-пока! Всем пока!